События, люди и явления, которые определяют наше время. Я Карина Тумасова. Здравствуйте. На МЧС надейся, а сам не плашай. Как инициатива простых людей помогает тушить пожары? Может ли каждый из нас обезопасить свой дом и что для этого нужно? Разберемся через несколько минут, а пока обзор наиболее заметных событий. Испорченные выходные. Оренбуржцы массово жаловались на запах газа. Звонки в экологическую службу области начали поступать в ночь с пятницы на субботу и поступают до сих пор. Специалисты сделали замеры и действительно обнаружили серьезные превышения концентрации сероводорода в разных частях города. На улице Советской, Терешковой, Луганской, Туркестанской совсем безрадостно было жителям улицы Гая и Мусаджалиля. Там сероводорода в воздухе оказалась в 10 раз больше нормы, сообщает портал Праорин. Фанаты футбольного клуба Оренбург ликуют. Накануне наши спортсмены со счетом 3-0 разгромили крылья советов. Аналитики уже разобрали эту победу буквально от и до. От прорех в дисциплине крыльев до тактики главного тренера Оренбурга. Отдельно отмечают и поддержку наших болельщиков. На трибунах оренбуржцев поддерживали полтысячи земляков. Следующий матч оренбуржцы проведут уже дома. 12 августа в Оренбурге откроется футбольный сезон. Первым гостем в новом сезоне станет московский локомотив, сообщает портал РИА-56. Глава Оренбурга Евгений Арапов занял 14 место в национальном рейтинге мэров и тем самым поднялся на 4 позиции по сравнению с началом года. Исследование центра рейтинга финансового университета при правительстве России охватило почти 9 десятков городских глав. Для оценки исследователи опрашивали как экономистов и экспертов по муниципальному управлению, так и жителей города. В итоге первую строчку рейтинга занял мэр Казани. Следом расположились главы Москвы и Уфы, сообщает портал Праорин. Итальянскую пасту будут производить из оренбургской пшеницы. По крайней мере крупная компания готова закупить в нашей области 30 тысяч тонн зерна. Речь идет о ценном сорте ростикана. Это самый популярный в Италии сорт, из которого и производят правильную пасту. Сейчас у нас его культивирует только несколько хозяйств на востоке области, но пример, похоже, станет заразительным. И первые поставки нашей благородной пшеницы в Италию могут состояться уже в следующем году. Леонид Ермольник и Николай Фоменко представят на сцене областного драмтеатра спектакль «Снова с наступающим». В постановке театра «Современник» артисты играют роли богатого телеведущего еврея и его сокурсника русского, которому приходится подрабатывать Дедом Морозом. В новогоднюю ночь герои случайно оказываются за одним столом и выясняют, что у них много общего. Спектакль пройдет 25 августа с 19.00 на сцене Оренбургского областного драмтеатра. Купить билеты можно уже сейчас. Постановка пройдет в рамках международного кинофестиваля «Восток-Запад». 1110 пожаров. Именно столько произошло в области с начала года. Это больше, чем в 2017. В статистику попадает все. От степных пожаров до настоящих трагедий в жилых домах и квартирах. Эксперты говорят, их может быть меньше, если каждый из нас будет осторожнее, внимательнее, неравнодушнее. Это хорошо видно по небольшим селам. Именно там каждый житель трепетно следит и за своим, и за соседским подворьем. А пожарная служба целиком зачастую основана на доброй воле, а не на профессиональных навыках. Как это, когда тушение погорающих – дело рук самих погорающих, выясняла Валерия Айдукова. Здравствуйте. У нас рейд проходит. Все нормально, дело житейское. Это здравствуйте сотрудники МЧС и местные чиновники за день скажут десятки раз. В сезон повышенной пожарной опасности любой частный сектор – зона риска. А частный сектор небольших сел – тем более. Поэтому поселок Нижний Сокмарский пройдут буквально вдоль и поперек, чтобы еще раз удостовериться. На случай ЧП у местных жителей все готово. На самом деле такие рейды хоть и обязанность, но приятная. Специалисты признаются – сельские жители огня боятся. И в каждом дворе свой арсенал для борьбы с потенциальной угрозой. Если не огнетушитель, то песок. В целях пожарной безопасности содержим песок с архиповского карьеру. Слава Богу, как видите, он уже очень долго нам не нужен. Если не песок, то вода. Мы заготавливаем, набираем емкость. У нас она постоянно стационарная стоит. Полная емкость воды и бассейн. В Нижний Сокмарском хорошо понимают – спасение погорающих – дело рук самих погорающих. Конечно, здесь тоже знают заветный номер – 01. Но хорошо понимают – до беды лучше попросту не доводить. Поэтому такие поквартирные обходы в селе – дело регулярное. Их стабильно проводят раз в месяц. Живем в степи, скажем так, возгорания происходят, как это ни печально. Есть у нас и печальная статистика. В этом году у нас был пожар, погиб человек. Ну а работу по профилактике ведем постоянно. Человек, если сам не застрахуется, ну никто ему не поможет, скажем так. А ведь и правда, всего несколько дней назад полыхал двор в селе Первомайский. Деревянные постройки занялись буквально за минуту. На место в тот час выдвинулись спасатели из Оренбурга и соседних сел. Но пока три машины и десять огнеборцев прибыли, пожар превратил баню и сарай в головешке. Зато успели спасти дом. И это уже прекрасно. Таких примеров по области множество. Счет пожаром пошел на вторую тысячу. Поэтому в области давно развивает сеть добровольных пожарных дружин. Вон каски у нас лежат. Так что счет, что можно, все есть. И рукава, и стволы. Ну, машина полностью оборудована. Бодрый пенсионер в форме и каске – один из 13 тысяч добровольных огнеборцев. Член сороктажской дружины. Вообще-то Владимир Иванович уже на пенсии и мог бы спокойно отдыхать дома. Но ему не мется. Без дела сидеть не привык. А более важного дела, чем борьба с пожарами, и придумать не смог. Он бодро проводит экскурсии по базе. Здесь и комната отдыха, и небольшой склад техники, и автопарк. Все построено и оборудовано на деньги района. Почти как настоящая пожарная часть. Хотя Владимир Иванович шутит. А не так. Водовозы, не спасатели. Но это он лукавит. Когда доходит до дела, то именно добровольцы оказываются первыми помощниками сороктажцев. Пожар пошел. Очаг где-то был в районе туалета. Ну и пошел, перекинулся на сарайку. Сюда перекинулся. Угроза вот этому зданию была. Потому что мы его немножко перестраивать начали. Ну, как видите, вот остатки пожара. Когда Владимир Иванович и другие дружинники приехали, двор уже полыхал. И хотя правила настоятельно не рекомендуют добровольцам самим лезть в пекло, а предписывают только не допускать распространения огня, все-таки они всего лишь идейные дружинники. Ни наш герой, ни его коллеги пожары не испугались. Начали тушить первыми и продолжили помогать подоспевшим через некоторое время профессиональным огнеборцам. Я пришел, оттуда заехал, ну, уже при форме, естественно, был, как положено, одетый. И все, они говорят, ты давай, они ломали там крышу, ну, вы ломали, когда же, ты леешь, ты не ломаешь же. А я там в ту сторону тушил, чтобы тот дом не пошел гореть. Такие дружины есть и в многих селах. В МЧС их создание приветствует. Им помогают знаниями, опытом, советами и очень серьезно к ним относятся. По сути, как к коллегам. Ведь мало кто знает, именно добровольцы тушат огромное количество пожаров. Действительно, боевые подразделения, которые состоят на дежурственном и ежесуточном, ну, у нас порядка 43% пожаров тушатся добровольными пожарными. 43%. То есть добровольные пожарные, они в начальной стадии пожара привлекаются, и пожар наносит меньше материального ущерба. А самое главное, что именно в тех селах, где есть дружины, и пожаров случается меньше. Потому что принцип «на МЧС надейся, а сам не плашай» помогает не только вовремя потушить, но и вовсе не допустить огненного бедствия. Валерия Эдукова, Максим Максимлюк. Наше время. Надо сказать, что в селах к вопросам коллективной и личной пожарной безопасности относятся куда как серьезно. Например, все в один голос говорят, каждый сам отвечает за сохранность своего дома и подворья. А в городах ситуация чуть другая. Мы уповаем на МЧС. И точка. Между тем, Ольга Григорьева собрала основные правила личной пожарной безопасности и уже готова ими поделиться. Позаботиться о своем жилье можно и нужно еще на этапе строительства или ремонта. Самое главное – это исправная электропроводка. Ее схему нужно очень хорошо проработать и всегда знать, где какие провода в помещении есть и куда они подключены. Кабели необходимо защищать несгораемыми изоляционными материалами, а вместо медной проводки лучше предпочесть алюминиевую, более надежную и безопасную. Розетки и выключатели следует располагать от источников воды на расстоянии не менее 60 сантиметров. Должна быть предусмотрена система заземления и устройство защитного отключения. И главное – нужно помнить – ничто не вечно под луной. И раз в год стоит пригласить специалиста и электрика, чтобы он проверил все провода и розетки. Полную замену проводки рекомендуется делать раз в 25 лет. При строительстве или отделке помещения лучше всегда выбирать негорючие материалы. Однако, если дом деревянный, то нужно воспользоваться специальной пропиткой, которая в случае возгорания поможет выиграть время. Вообще сейчас существует много защитных от пожаромеханизмов сигнализации или системы автоматического пожаротушения. Такие обычно устраивают в офисах, торговых центрах, на предприятиях, реже в частных домовладениях и квартирах. Современные системы можно вывести на пульт пожарных, которые сразу отреагируют на сигнал. Бывают датчики разных видов открытого огня, газа, тепловых, домовых, теплодомовых. Удовольствие это, правда, не из дешевых. А вот огнетушитель доступен буквально каждому. Цена спасительного инструмента в районе 1000 рублей, да и много места в квартире он не займет. Эксперты настоятельно рекомендуют на него не скупиться. Ну и, собственно, на закуску наш сегодняшний опрос. Екатерина Киселева спрашивала у оренбуржцев, есть ли у них дома огнетушитель. Огнетушитель. Думаю, ответ предсказуем. У меня в машине есть огнетушитель. Нет. Но я живу в машине часто, поэтому мне хватает. Честно, наверное, не задумывался о безопасности. Поэтому нет. У нас вода есть. Песок. Да, песок есть? Да. В случае чего будет песочком, да? Песочком посыпем, и все нормально будет. Как квартиру возьмем новую, так будет огнетушитель. У меня огнетушитель. У меня кран есть. Он работает, зачем мне огнетушитель? Нету. Не боязно без него живется? Нет. Ну, не боязно. Мы соблюдаем технику пожарной безопасности. Ну, как-то не думала об этом? Нет. Никогда просто не задумывались о том, чтобы приобрести? Ну, да, не задумывался. В машине лежит даже два. А дома? Дома есть. Идемте покажу, здесь недалеко. Я вам верю. А у вас дом есть огнетушитель? Да, вот он. Огнетушителя нет. Не боязно вам без него? Нет. Почему? Потому что с консьержкой дом следит. И в машине дома есть. Справедливости ради нужно признать. Когда мы готовили эту тему, то выяснили, что ни у кого из команды нашего времени огнетушителя дома не оказалось. Так что, наверное, стать осторожнее и внимательнее нужно буквально всем нам. Далее новости от наших партнеров. Не переключайтесь. С 4 августа на арене Оренбургского цирка состоится абсолютная премьера. Международная программа с участием артистов Национального цирка Кении и артистов Московского цирка Никулина. Название программа получила от состава артистов, представленных животных и престижных наград, которые артисты программы получили на разных континентах нашей планеты. Своим мастерством будут поражать артисты из России, Румынии, Черногории, артисты национального цирка Кении, шоу-балет с острова Ямайка и других стран. Звездный состав труппы продемонстрирует искусство разных стран. Очень разнообразен состав животных программы. Россию будет представлять медвежий аттракцион под руководством Рината Косеева. Косолапые артисты будут кататься на велосипеде и играть в футбол, боксировать и танцевать. Кроме медведей в программе вы увидите гигантских египетских верблюдов, нильских крокодилов, гиен, единственного в России зевройда, птицу Эму, удивительный хлам и это еще не все. Вся программа – настоящее шоу с декорациями, световым и лазерным шоу, звуковым оформлением. Билеты уже в продаже. Спешите! Ну а на сегодня все. Напомню, все выпуски программы «Наше время» всегда есть на официальном сайте 56nv.ru. Наш телефон – 37 0083. Мы ждем от вас интересные темы. Сделаем наше время вместе. Всего доброго и до встречи!